Почему хлеб может вредить здоровью? Как распознать глютеновую энтеропатию? Какой хлеб самый полезный? Смотрите видео до конца, расскажем о заболеваниях, которые может вызывать хлеб. Хлеб употребляют взрослые и дети. Его едят в будни и праздники, хлеб не раз спасал от голода, помогал выстоять в тяжелых условиях. Но сегодняшние булки и батоны, а также другие хлебобулочные изделия могут приводить к нарушению самочувствия и угрозе здоровью. Почему хлеб может вредить здоровью? Современные изделия из муки практически не содержат полезных компонентов. Ведь белая мука, прежде чем попасть в пекарню, проходит несколько стадий очищения. Основные полезные свойства зерен ржи и пшеницы, а это главные злаки, из которых делают муку, идущую на выпечку хлеба, содержатся в оболочках и зародышах. Во время обработки эти части зерен полностью удаляются и остается минимум полезных ингредиентов и максимум крахмала. Такой хлеб в лучшем случае бесполезен, а в худшем приводит к развитию нарушений жирового обмена. Пшеничный белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, то есть углеводы быстро попадают в кровь, повышают уровень сахара, что приводит к сгущению крови. В процессе приготовления хлеба используют искусственные дрожжи. Такие дрожжевые грибки нарушают микрофлору кишечника, провоцируют дисбаланс кислотно-щелочного равновесия. Выпекать хлеб могут из зараженного грибками зерна. Они сохраняют жизнеспособность даже после термической обработки. И приводят к развитию нарушений в работе желудочно-кишечного тракта и интоксикации. Употребление хлеба, особенно в больших количествах, могут приводить к нарушению обмена веществ в результате недостаточного поступления витаминов и минералов, метаболическому синдрому, ожирению и сахарному диабету, расстройству в работе органов пищеварения, гастриту, колиту, дисбактериозу, рецидивирующим аллергическим реакциям, понижению активности иммунитета, неврозам и расстройствам сна, интоксикации. Кроме того, в пшенице содержится высокая концентрация клейковины, особого растительного белка глютена. Попадая в кишечник, глютен прилипает к его стенкам и не дает правильно усваиваться нужным элементам, развивается глютеновая энтеропатия. Перед продолжением видео приглашаем подписаться на канал, ждем вас каждый день! Как распознать глютеновую энтеропатию? Плохое переваривание пищи, содержащей глютен, то есть недостаточное количество ферментов для расщепления этого белка может быть врожденным, а может постепенно развиться в результате употребления часто и в большом количестве продуктов, содержащих глютен. А это вся выпечка, хлеб, макаронные изделия. Непереносимость глютена вначале может быть скрытой и проявляться с запорами или диареей, болями и дискомфортом в животе, вздутием и метеоризмом, повышенной раздражительностью и нарушением сна, головными болями по типу мигрени, высыпаниями на кожу, склонности к аллергическим реакциям. Целиакия – крайнее проявление непереносимости глютена. В тонкой кишке развивается воспаление и синдром мальабсорбции, нарушение всасывания полезных веществ. Напишите в комментариях, как вы переносите мучное? Какой хлеб самый полезный? Употребление хлеба, особенно часто и в больших количествах поедания белого хлеба, может привести к развитию проблем со здоровьем. Чтобы не отказывать себе в привычном рационе, следует использовать цельнозерновой хлеб, то есть выпеченный из муки, приготовленный из цельных зерен. В таком изделии сохраняются все полезные и нужные ингредиенты, включая витамины и пищевые волокна. Такой хлеб благоприятно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта, способствует очищению организма и выведению тяжелых металлов. Конечно, изредка можно побаловать себя и вкусной свежей выпечкой из белой муки, белым хлебом, если нет симптомов глютеновой непереносимости. По мнению ученых, ограничение продуктов, содержащих глютен, уменьшает риск развития заболеваний сердца и сосудов, возрастных изменений в клетках центральной нервной системы. Поэтому полезен хлеб с минимальным количеством клейковины и высоким содержанием пищевых волокон. Постарайтесь изменить свои вкусовые привычки, чтобы сохранить здоровье.